Это не привычка. Это уровень. Уровень нет, не болезнь. Вот это ваше восприятие разрушает вашу жизнь. Когда человек пьет, это уровень развития личности. Есть три стадии развития личности. Первая стадия. Человек не развит, и поэтому он не может восполняться. Допустим, есть разные виды неразвитости. Допустим, человек сильно напрягается, ему нужно курить. Вот человек неразвит, он по-другому не сможет погасить напряжение. Ему нужно или курить, или сексом заниматься, чтобы снять напряжение. Но чаще всего курить. Вот и люди просто курят, потому что это проще всего. Сексом еще надо найти кого-то, а покурил, так раз и все. Расслабился. Быстро очень. Быстро можно решить проблемы. Если человеку не хватает любви в жизни, одиночества, тоска, то тогда надо выпить. Потому что энергия любви находится в спиртном. Это первая стадия развития личности. Следующая стадия. Человек находит удовлетворение в труде, в социуме уже. В театр сходил там, порадовался, как-то отдохнул. Съездил, допустим, на недельку до второго в Комарова поехал посмотреть отвыкшим глазом на Балтийскую волну. Ну, то есть люди в страсти второй категории, они все равно выпивают. Но, по крайней мере, они не спиваются, потому что они находят другие способы разрядки. Хотя вредные привычки сохраняются. Но люди в благости, они уже наполненные, становятся наполнены. Поэтому им не надо выпивать и курить. Так что ваша сестра не больная, она просто неразвитая. И все. Да, и вы на 40% преодолели первую стадию. У вас сердце получше по отношению к ней уже стало, но не полностью. Уже чуть-чуть получше вы чувствуете, что будет скоро лучше. Вот когда первую стадию преодолеть, у вас спокойствие в сердце. На второй стадии вы начнете с ней разговаривать, у ней совесть будет просыпаться, и она будет чувствовать, что да, не надо пить. А на третьей стадии у ней появится вдохновение, силы бросить. Вот как мне сделать? Мама мне говорит, что на нем нужно пить за минуту и ходить, не подняться, не подняться. Не, не надо. Вот стоп, 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 стоп. Вот здесь вот надо четко понимать, что человек находится под влиянием духа. А это значит, что близкий контакт с ним очень опасен, особенно для женщины. Допустим, вы пришли к этому человеку, и вы потом весь день ходите в плохом настроении, вам плохо, тяжело. Это называется осквернение состояния. Но если вы пришли к ней, и вы не осквернились, вы такая сильная, у вас молитва такая сильная, что нас не повлияло, то можно и приходить. Но это будет сильная потеря энергии. Вы, может быть, будете нормально себя чувствовать, но сильно устанете при этом. Поэтому с невежественными людьми близкий контакт нежелателен, потому что они находятся под влиянием злых сил. Это вы все равно, что как к противнику приходите в гости. Он там внутри крепости оборонялся и стреляет. А вы в гости пошли к нему. Ну, естественно, он вас постреляет там немножко по дороге. Не надо. То есть молитва достаточно. Когда она поменяла восприятие мира, тогда ближе контакт. А так на дистанции позвонила, поговорила. Там можно что-то помогать как-то ей. Но если вы приходите близко общаться, то тогда передается вам это вот состояние. И вы, конечно, выпивать не хотите, но у вас будет колбасить. И вы будете чувствовать себя плохо после этого. Вплоть до того, что тошнить начинает осквернение серьезное у человека. А как вы с мамой обиды, она не обижается, что вы не обижаете? Ну, вы общайтесь с ней, то есть звоните ей, пишите. И скажите, что я не хожу, потому что я не могу, у меня пока нет сил. Ну, я вот так вот заботюсь о ней. Деньгами там заботиться еще как-то. Обида не является основанием, что вы должны как бы, вот допустим, на меня родственники обиделись, что я там, допустим, не отдал свою ногу там или почку кому-то. Ну, мало ли, что они обиделись, это уже моя жизнь. Если я должен свою жизнь отдавать кому-то, это я решаю, а не они. А если мать не понимает этого вашего, это ее проблемы уже, а не ваши. Почему? А вы должны погибать смертью храбрых. Молитесь, и хорошо, вот вы уже побеждает судьбу. Пройдет полтора годика, два, и уже у нее изменения пойдут, если вы дальше так будете продолжать. Вот и продолжайте. Продолжение следует...